Здравствуйте! В этот раз я покажу вам новые видео о жутких и необъяснимых явлениях и существах, которые вы еще не видели. Давайте начнем! Инстаграма недавно снял на камеру очень странные события. Все действия на этом видео разворачиваются в батутном парке в Швеции. Оно снято с экрана мониторов. В каждом помещении расположены камеры видеонаблюдения, чтобы следить за безопасностью. Но несколько недель назад, когда батутный парк закрылся на ночь, сигнализация сама по себе включилась без каких-либо на то причин. Сотрудники решили проверить камеры. И то, что они обнаружили, повергло их в шок. Какая-то черная тень проходит перед каждой камерой, причем с очень маленьким промежутком времени, если учесть факт того, что камеры в разных помещениях. Причем в высоту камера обхватывает область в 1 метр, а в ширину примерно 30. Все камеры расположены сверху, как минимум в 5 метрах над уровнем пола. Так что сотрудники без понятия, что это могло быть. Как оно прошло с такой скоростью все камеры и на такой высоте? В интернете есть целое сообщество людей, которые следят за историей этого жуткого паранормального дома. По слухам, это самый густонаселенный призраками дом в округе. Это здание имеет достаточно проблемное и темное прошлое, которое может удивить. Например, это место служило местом сбора преступных группировок. Потом здесь делали казино. А после всего этого в доме находилась больница более 50 лет. И по местным слухам, в этом доме обитает как минимум 9 призраков, погибших там людей. Это случилось поздней осенью. Одной ночью несколько друзей и семей, которые очень интересовались этим домом, решили в шутку начать исследовать его на наличие сверхъестественных вещей. Более того, большинство из них и так были уверены, что в этом доме происходят мистические вещи. Но они все-таки захотели иметь доказательства на руках, чтобы их словам верили. А вот еще одна предполагаемая теория про этот дом. В прошлом это здание также принадлежало одной семье. И сейчас некоторые думают, что именно озлобленные души этих владельцев обитают в доме. Это была семья доктора Егера. И одна девушка, которая тоже решила поучаствовать в эксперименте и приехала в этот дом, легла на кровать в ту комнату, где раньше была спальня этого самого доктора. И начала шутить с издевкой про него и его семью. И вот что произошло дальше. Все выглядит так, как будто кто-то невидимый с яростью схватил эту девушку и стянул с кровати. А остальные люди в комнате в этот момент выглядят испуганными. По всему дому были расставлены камеры видеонаблюдения, чтобы суметь запечатлеть любой паранормальный момент. И на камеру попал момент с этой девушкой. Все потом с ужасом убежали оттуда. Кто-то даже уронил телефон на пол и еще долго не возвращался за ним. А вот что случилось немного позже, около трех часов утра в этой же комнате. Один из тех, кто пришел, решил связаться с духами. Он планировал обойти каждую комнату в надежде увидеть нечто необъяснимое. И начал он именно с комнаты доктора Егера. Когда мужчина подошел к тому месту, где была замечена паранормальная активность, его кто-то яростно толкает на несколько метров. Потом он от страха убегает из комнаты. После всего увиденного, группа людей уже не хочет снова пытаться ставить эксперименты в этом доме. В конце, когда все выбежали из этой комнаты, дверь сама захлопнулась. Это было последней каплей. Все решили покинуть дом и больше сюда никогда не возвращаться. На сегодня вот и все. Как обычно, каждый решает сам, верить или нет. Я никого не убеждаю. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова